Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Попался? Готовься держать бой, щегол. Уважаемые слушатели, приветствую вас. Вашему вниманию предлагаю ролик, который уже был ранее опубликован на другом канале. А сейчас я приняла решение выпустить его здесь, на нашем любимом канале «Аферисты, мошенники Формозоны». И он пополнит коллекцию роликов моего производства и останется здесь с нами навсегда. Спасибо вам большое за внимание, что вы с нами. Так, Макс, какой добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анжела Юрьевна. Мне нужно, наверное, соединить с финансовым отделом? Или это финансовый отдел уже? Нет, я операционист. Финансовый отдел вам нужен? Да. Что вам нужен с финансовым отделом? Мне нужна финансист Кудрявцева Ольга Михайловна. Алло. Алло. А кто вам нужен с финансовым отделом? Мне нужна финансист Кудрявцева Ольга Михайловна. Алло. Вы меня слышите? Так, у Кудрявцевой, к сожалению, линия занята. Давайте заявочку составим, теперь передам. Она как освободится, к вам самостоятельно перезвонит. Хорошо. А как вас представить еще раз? Сергеева Анжела Юрьевна. Так. Хорошо. А номер, с которого вы сейчас прозваниваете, финансист по нему с вами связаться сможет? Конечно. Вот так. Хорошо. Я заявочку составил, ей передам. Она как освободится, к вам самостоятельно перезвонит. Ожидайте. Хорошо. Спасибо. До свидания. Алло. Алло. Добрый день. Кудрявцева Ольга Михайловна. А, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Да, вы звонили, оставляли заявку. Я вас плохо слышу, у вас прерывается связь. Алло. Я вас хорошо слышу. Да, ну прерывалась, увекалась. Связь, да, я звонила. И, как сказать-то, мне сначала... Сейчас подождите, я подойду. Я тут все записала, иначе могу что-нибудь напутать. Мне звонил Смолин Юрий Петрович из... Ой, господи, откуда же он мне звонил-то? Из прокуратуры московской. И мне сказал, что вот был суд над компанией, которая производит фриокарт. Ну, наверное, что я вам рассказываю, вы это все знаете. Он мне сказал, что мне было в конце года, я так поняла, была прислана информация, извещение из Банка Москвы, что мне полагается денежная компенсация. Но вот я, к сожалению, его не получала, и всю эту информацию я узнала только от него сейчас. Вроде как уже и документы тех, кто не востребовал эту компенсацию, уже подлежат уничтожению, отказные составляются дела. И вот чтобы не... Ну, еще можно вернуть все это, да, то есть вот мне сказал с вами связаться, он мне сказал постановление суда, номер и дату, вот вам назвать 237-21. Предоставьте, да, пожалуйста, документы. У меня нет документа, у меня только есть номер, да, он сказал, что вот номер мне. Решение суда тогда предоставьте, я документацию подниму. Вы имеете в виду сам документ? У меня нет документа, решение суда. Постановление номер. А, ну вот номер я вам диктую, да, 237-21. От 20-го, 11-го. 27-го, 21-го. Сейчас, секундочку. Так, постановление Басманово районного суда города Москвы. За данным номером постановление проходят на получение пострадавшие физические лица от коммерческой организации, где ранее приобретали контрафактную продукцию по завышенным ценам. Так, компенсация полагается по данному постановлению единоразовая единая в размере 470 тысяч рублей. Вы по данному вопросу к нам обратились? Да, 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 да. Вот он мне сказал вам перезвонить, чтобы, ну, вот возможность эту выплату снова организовать. Так, смотрите, тогда мне сейчас нужно будет подать запрос для того, чтобы ко мне поступили ваши документы для ознакомления о вашей выплате. Тогда я смогу вас уже более корректно проконсультировать о порядке получения и оформления. Хорошо. Так, для запроса мне потребуется ваше фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения, из какого города, с какого региона вы к нам обращаетесь. Диктуйте. Сергеева Анжела Юрьевна. Так, Сергеева. Да, Сергеева Анжела Юрьевна. Анжела Юрьевна. Анжела Юрьевна, день, месяц, год рождения ваш? 16.08.1971 год. Далее, с какого города, с какого региона обращается? Алтайский край, город Бийск. Алтайский край, город Бийск. Разница во времени не имеется с Бийском у нас. Ну, в Москве это 4 часа, да, у нас разница. В Москве 4 часа, да. Так, с нами 4 часа. Анжела Юрьевна, в любом случае у нас сейчас 13.30, документацию вашу запрашиваю, как в электронном виде ко мне поступит, я к вам сразу же перезвоню, поэтому ожидайте моего звонка. Ну, это сегодня, да, будет? Да, конечно, до конца рабочего дня. Вашего вы имеете ввиду, да? Ну, я подожду, конечно. Нашего, да. Да, хорошо. Я поняла, конечно, я буду ждать. До свидания. Ага, спасибо. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. До свидания. Алло. Что? Анжела Юрьевна, добрый. Здравствуйте. Учобно говорить, не отвлекаю вас? Да, могу, могу, конечно. Так, смотрите, сформировала запрос по поводу ваших документов, документы ваши на выплату поступили, документы имеются, ведомость на выплату имеются, единственное, что по ведомости вижу, что у нас получение вы должны были пройти в 21 году. Скажите, пожалуйста, почему так поздно обращаетесь? Я только сегодня узнала, вот во время звонка, когда мне позвонил вот этот мужчина, я от него узнала, я ничего не получала, никакой информации абсолютно, я знать не знала о том, что я чего-то должна получать, вот в чем проблема. Так, подождите, вы мне назвали номер постановления. Он мне сказал его, он мне его сказал, и сказал, что я вам должна его назвать, он мне продиктовал эти цифры, самого постановления у меня нет, ни копии, ни оригинала, ничего. Я вас поняла. Просто смотрите, Анжела Юрьевна, на данный момент дело в том, что первый реестр уже закрыт, по первому реестру, все, что получали на общих основаниях, он уже закрыт. На данный момент в нашем банке открыт второй реестр выплат, но по нему получают социально-федеральные льготники. У вас имеются какие-либо социально-федеральные льготы? Ну, у меня региональная льгота есть, да. Какая? По заболеванию, по общему. Группа инвалидности? Нет, 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 я не инвалид, это региональная льгота. Если бы я была инвалидом, у меня была бы федеральная, а так по региональному, по списку заболеваний, по сахарному диабету, я региональный льготник. А, это по сахарному диабету? Да. А какая? Второй реестр раскрылся, так, по второму реестру получают социально-федеральные льготники, это что имеет группу инвалидности, и так, ветеран Великой Отечественной войны и Дитя войны. Нет, нет, такого у меня нету, я вот региональный льготник. Анжела Юрьевна, скажите, пожалуйста, вам как удобнее получать? У тебя в регионе или у вас есть такая возможность приехать к нам в Москву, и мы с этим заниматься оформлением? Нет, у меня нет такой возможности, я бы, конечно, предпочла у себя, если это такое возможно. Тогда смотрите, поступим следующим образом, на данный момент формирует запрос в главное управление Сбербанка, если у них первый реестр еще открыт, и они одобрят оформление по первому реестру ваших документов, соответственно, они предоставят тогда перечень документов, которые вам необходимо будет собрать и им предоставить. Уважаемые друзья, приветствую вас. Вы слышите этот ролик на канале «Мошенники, аферисты Формозоны». Какое время? Если вы слышите этот ролик на другом канале, это значит, что он был украден. Приходите на канал «Мошенники, аферисты Формозоны», ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Давайте в 9.00 московского времени. Иди так, нестина. Ну, хорошо, да, я поняла. Так, в 9.00 московского времени, в приемную наберете, скажите, запишите мне Кудряхцева Ольге Михайловне. Ну, вот на этот номер же, да, на который я вам звонила сначала? Да, 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 в приемную. Хорошо, я поняла. Скажите, скажите, запишите Кудряхцева Ольге Михайловне, они вас запишут, я его у себя на мониторе уже увижу, соответственно, к вам перезвоню. А запрос в Сбербанк, на всякий случай, подготовьте, чистый листок бумаги и ручку, потому что если перечень предоставят, я его сразу же вам продиктую, чтобы вы начали заниматься оформлением. Хорошо, хорошо. Всего доброго, Анжела Юрьевна. Всего тогда до завтра, да, спасибо, до свидания, спасибо большое. Алло. Алло, Анжела Юрьевна, добрый день. Добрый день. Смолин вас беспокоит, узнали меня? Нет, я не сооружу, кто это. Так, Смолин Юрий Петрович, я вас оповещал о компенсации, то есть вы занимались получением, что у вас в процессе получения? Ну, позавчера мы разговаривали, вот я позвонила, как же ее, сейчас не вспомню имя, отчество. Кудряхцева. Да, 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 Кудряхцева. Я перезвонила, ну, почти она меня перенабрала, сказала, что документы подготовит, как все, какие-то там запросы. И со мной свяжется. Ну, вот вчера не связалась, жду сегодня. Так, а мне почему-то отчетность пришла, что вы, наоборот, не связались с банком, вот поступила отчетность, что вы, то есть... В смысле как, ну, я жду ее звонка. То есть она сама вам должна была прозвонить? Ну, я так поняла, что она сама, она мне сказала, что как все документы подготовит, там, чтобы в Сбербанк передать, чтобы у нас виски можно было получить компенсацию. Она со мной свяжется. Так, хорошо. Я сейчас свяжусь с банком, видимо, она тоже заработалась. Угу, угу. Будьте добры. Так, свяжусь с банком. Ну, может быть, мы друг друга не поняли, может быть, и я не поняла ее, но я вот отчетливо помню, что вроде как она мне сказала ей набрать, о, в смысле, что она наберет, а не наоборот. Ну, вы прозвоните тоже сами в банк, а себе напомните, вот, на Кудрявцеву прозвоните, а себе напомните, может, она действительно заработалась, не смогла вам позвонить. Ну, хорошо. Да было, может быть. Хорошо. Угу, хорошо. Ладно, спасибо. Я так дожду вашу звонка, Анжела Ивановна. Угу, хорошо, спасибо, сейчас ей наберу. Угу, до свидания. До свидания. Алло. Алло, добрый день. Алло, добрый день, Кудрявцева Ольга Михайловна беспокоит. Да, здравствуйте. Вы звонили, оставили заявку, я вас слушаю. Ну, да, да, я, может быть, неправильно вас поняла, я ждала вашего звонка, вот, вчера, не дождаясь. Моего звонка? Ну, да, я поняла, что вы сказали, что вы запросите там или подготовите какие-то документы, и, как все будет готово, мне сообщите. Не помню. Так, Кудрява Анжела Юрьевна, правильно? Да, 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 да. Сейчас, секундочку, зайду в программу. Так, Анжела Юрьевна, вы намерены получать у себя в регионе Алтайский край и город Биск, правильно вы обращаетесь? Верно, все. Так, по вашим документам я формировала запрос в Сбербанк вашего региона. Так, смотрите, Анжела Юрьевна, ответ поступил положительный. Одобрение по вашей выплате Сбербанк нам одобрил. Также предоставили перечень документов для первого реестра. Также по времени, по срокам нас ориентирует одна рабочая неделя, то бишь пять рабочих дней. На сборку, восстановление документов по первому реестру. Да, по первому реестру. Анжела Юрьевна, будьте добры, пожалуйста, запишите перечень документов, которые вам необходимо будет собрать и предоставить своему Сбербанку. Сейчас, секундочку. Угу, пишу. Записывайте паспорт обязательно, ваш личный. Угу. Счет, куда будет осуществляться начисление. Угу. Так, далее. Вы сейчас работаете? Конечно. Официально? Да, официально. Так, тогда справочку, так, за полгода, два НДФЛ. Угу. Так, далее. СНИЛС или ИНН? Или? Или, да. Если нету ИНН, то СНИЛС можете предоставить. Так, это все в оригинале обязательно, Анжела Юрьевна. Так, далее. Чеки на приобретенную продукцию. Сколько раз приобретали, столько чеков можете предоставить. Угу. А чеки я же могу выгрузить из Сбербанка, когда оплачивала, правильно ведь? Да, конечно. Можете распечатать даже их. Так, далее. И уведомление, постановление Басманного районного суда города Москвы. Это основополагающий документ, на основании которого вы получаете... А где мне его взять? Вы мне пришлёте его? Я вам не пришлю. А где мне его взять? Всё, у нас разговор начинался с того, что я не получила никаких документов. А, всё, я знаю, что... Да, 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 вы же мне говорили, что на руках у вас нет. Ну, данный документ вам в любом случае необходим, потому что это основополагающий документ, на основании которого вы получаете сумму в 470 рублей. А где мне его взять? Вы же не придёте в Сбербанк без документа. А где же мне его взять? Так, Анжела Юрьевна, ранее вы мне говорили, что вы ко мне обратились по направлению, так, с прокуратуры, кажется, да? Да, мне позвонил с прокуратуры человек и всё вот сказал. И ваш контакт дал, и чтобы я с вами связалась. Так, Анжела Юрьевна, тогда смотрите, как с вами поступим. Вы, как физлицо, можете самостоятельно обратиться в Басманный районный суд, в канцелярию, запросить повторно, чтобы данное уведомление до вас поступило. А как мне это делать у нас? Это в Москву надо обратиться? Да, в Басманный районный суд. Мне лично надо или написать письмо? Письмо пишите в письменном обращении, Галина Юрьевна, заходите в интернет, в письменном виде обращайтесь в Басманный районный суд. Кому мне говорится? Ой, Галина, Анжела Юрьевна, известно. А, это вы по мне говорите? А как? Анжела Юрьевна. То есть это где-то на сайте надо найти их контакты, да? Басманный районный суд. А какого района? Басманного районного суда, город Москва. Ну вот районного, это подразумевается, что это какой-то район? Басманный район. А, называется так Басманный район? Да, он так и называется. Басманного районного суда города Москвы. Сам суд так называется и район Басманный. Анжела Юрьевна, смотрите, вы как физлицой, если обращаетесь, данное уведомление до вас может доходить около трех месяцев, потому что данное уведомление вам необходимо будет получить на почте. Так, и что же делать? У нас Сбербанк нам предоставляет одну рабочую неделю на сбор по восстановлению документов на выплату. Сбербанк имеет в автоматическом порядке сумму в размере 470 тысяч расформироваться в пользу государства. Чтобы вам увеличить сроки, попробуйте обратиться тогда в прокуратуру, кто вас ко мне направил. Попросите сделать их официальный запрос от вашего имени в канцелярию Басманного районного суда города Москвы. Если прокуратура пойдет вам навстречу и сделает официальный запрос от вашего имени, я думаю, что уведомление до вас зайдет намного быстрее. И по срокам тогда, Анжела Юрьевна, если сейчас будете связываться с прокуратурой, по срокам у них уточните, пожалуйста, когда уведомление данное будет у вас с восстановлением. Ну, то есть мне вот этому смолено позвонить и попросить, чтобы он мне посодействовал, да, чтобы вот это уведомление мне... Да, 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 да. Официальный запрос. В принципе, они как бы в обязанности к ним не входят, но если попросите, я думаю, что пойдут навстречу. Потому что если прокуратура сделает официальный запрос, ну, на самом деле, по срокам там должны намного быстрее дойти до вас уведомления. Потом, Анжела Юрьевна, ко мне, пожалуйста, перезвоните, поставьте в известность, к какому дню готовить ваши документы на вытворку. Позвонить, когда у меня документы все вот это будут на руках и уведомления вы имеете в виду? Когда уведомление дойдет до вас, по срокам. Хорошо, я поняла. Ко мне перезвоните, потом поставьте в известность. Ну, то есть они согласятся. Ладно, спасибо, спасибо большое. До свидания. Алло. Алло, Анжела Юрьевна, что у вас? Вы дозвонились до банка? Так, я дозвонилась до банка, потом пыталась позвонить вам, но там никаких гудков по телефону вообще не было. Была просто тишина, я висела, висела, несколько раз набирала, дозвониться до банка. А по какому номеру вы прозванивали? Тот, который вы не оставили. Я не могу здесь продиктовать, я сейчас не у той бумажки, рядом ее нет с собой. Но у меня там было записано. Там московский номер, 495 начинается. И гудков никаких не было. А что вам вот по делу говорили? Значит, мне сказали следующее. Мне сказали для того, чтобы документы в банк предоставить, в сберегу для выплаты. Там нужен пакет документов, но они все мне понятные, простые. То есть там паспорт, там и на-не-не. Я записала все, но еще нужно представить вот этот оригинал постановления Басманного суда. И для этого, поскольку у меня никакого оригинала нет, мы с вами же обсуждали, что я ничего не получила. Он мне сказал, что нужно сделать запрос, на сайте найти там электронный адрес, сделать запрос. Но по запросу от физлица они документы представляют в течение трех месяцев. А это очень много. И она мне сказала по-человечески обратиться к вам за помощью, чтобы вы мне поспособствовали от моего лица сами. Ну, я не знаю, правильно, может, я сейчас неправильно выражаюсь, но, в общем, как я поняла, говорю, чтобы этот запрос выставили. И тогда там в течение нескольких дней они все сделают. Анжела Юрьевна, а сколько времени вам выделили на сбор документов? Ой, я ничего не знаю. Я, наверное, сказал, что вы соберете и со мной свяжетесь. Просто я могу сейчас вот подать запрос, действительно, я имею полномочия от вашего имени подать запрос на повторное уведомление до вас. Но я так думаю, что в связи с пандемией, так как канцелярия суда работает ненормализирована, то есть уведомление будет до вас доходить в течение трех-четырех рабочих недель, даже при моих полномочиях. Значит, за это время документация может автоматически утилизироваться. Так, давайте мы как с вами поступим, Анжела Юрьевна. Я сейчас вот свяжусь напрямую с Кудрявцевой, с ней побеседую. С ней побеседую, не уточню, как можно решить данный вопрос. Вам перезвоню, хорошо? Хорошо, ладно, перезвоните, тогда я буду ждать вашу розвонку. Хорошо, ожидачного розвонка. Да, спасибо. Алло, Анжела Юрьевна, слышите меня? Да, слушаю вас. Смолин вас беспокоит. Так, я, значит, вот связался с Кудрявцевой, она мне объяснила, что вот Сбербанк вам предоставил перечень документов, которые нужно собрать, а также выделил вам всего неделю на сборе этих документов. Ого, а что делать? Да, я же в свою очередь, вот, значит, объяснил ей, что у нас с вами таких сроков нет, так как даже при моих полномочиях, если я сейчас подам запрос, очень долго будет доходить вас уведомление. Я, значит, со своей стороны по-человечески попросил вам помочь в данной ситуации, то есть не ставить такого акцента на данное уведомление. Так как вас не оповестили, в этом вашей вины нет, то есть это уже проблема канцелярия суда. А здесь вашей вины нет. Ну, в общем-то, да. Я попросил ее вам помочь, да. Попросил помочь ее вам, она сказала, что что-нибудь придумает. Вы к ней прозвоните через минут 10-15, прозвоните, со своей стороны тоже ей скажите, что вот, ну вот я же не получала уведомления, ну я же не виновата, то есть, вот так вот скажите, побеседуйте, я думаю, она вам поможет в любом случае, хорошо? Хорошо, ну давайте попробую, ну как-то она была категорично на вас настроена, что вы мне поможете. Ну, я правда, я вообще без проблем могу подать запрос, если вам действительно важно, я могу подать запрос, но он до вас дойдет в течение 3-4 рабочих недель. Давайте я так именно и сделаю. Ну, давайте сделаем, на всякий случай. Вдруг там задним числом хотя бы нужно будет им потом предоставить, чтобы время не терять. А с ней я поговорю, если она вам сама сказала, что можно без него, просто по номеру, ну попробуем. Ну все, тогда я запрос подам, вы самое главное прозвоните, побеседуйте с ней. Она меня попросила, чтобы вы не перезвонили. Да, хорошо, спасибо. До свидания. Пока не за что, до свидания. Приемная от Центрального банка, здравствуйте. Ой, я в Банк Москвы звоню. Я ошиблась, наверное. Это приемная от Центрального банка. Нет, мне надо в Банк Москвы, Кудрявцева я звоню. Так это Банк Москвы. Ну нет, Банк Москвы, она же в Банке Москвы, я звонила всегда, не в Центробанк. Это и есть Банк Москвы, вам Кудрявцеву? Да, мне Кудрявцеву. Ваша фамилия? Сергеева Анжела Юрьевна. Я сейчас оставлю заявку, она с вами свяжется, ждать. Хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Алло. Алло, Алло. Алло, добрый день. Кудрявцева Ольга Михайловна. Здравствуйте. Вы звонили, оставляли заявку. Я вам звонила. Я поговорила с сотрудником из прокуратуры, который мне звонил. Вы мне сказали, что попросите его... Уважаемые друзья, приветствую вас. Вы слышите этот ролик на канале Мошенники, Аферисты, Формозоны. Если вы слышите этот ролик на другом канале, это значит, что он был украден. Приходите на канал Мошенники, Аферисты, Формозоны, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Если он подаст документы, то время тоже проходит, там, недели 3-4, и это тоже много. И вроде как вы договорились, я вам позвоню, и мы сможем уладить этот вопрос без документов. Анжела Юрьевна, Смолин, правильно? Смолин, да, верно. Смолин. С прокуратуры, да. Все, звонила Анжела Юрьевна с прокуратуры ко мне. Так, смотрите, Анжела Юрьевна, по поводу постановления мне объяснили ситуацию, что уведомление до вас будет доходить от 3 до 4 недель, там, приблизительно. Ну, вот он мне сказал тогда, что он его сделал, этот вопрос, но это вот только потом за одним числом, если нужно будет донести, потому что никак. Ну, это вот будет очень долго, на самом деле, Анжела Юрьевна. Смолин также просит меня посодействовать, помочь вам в данной ситуации по оформлению. Я вам сразу говорю, стопроцентную гарантию я вам не даю, Анжела Юрьевна. Я сейчас в любом случае повторно свяжусь тогда с главным управлением Сбербанка уже у нас здесь в Москве, попробую что-либо, попробую попросить их принять тогда ваши документы без уведомления, а уведомления просто потом, когда получите, им донесете. Ну, да. Попробую так сделать. Ну, если вдруг, в любом случае, Анжела Юрьевна, если откажут принимать ваши документы без уведомления, посмотрю тогда со своей стороны, что можно будет сделать. Ну, давайте попробуем, спасибо большое. Ну, в любом случае, все варианты попробуем. Поэтому, так, вы, наверное, тогда ожидайте моего звонка. Я как свяжусь со Сбербанком, как все выясню, примут, не примут, и к вам тогда перезвоню, хорошо? Хорошо, да, я буду ждать тогда вашего звонка. Вы сегодня мне наберете или когда там, завтра, когда вы? Да, я сейчас, у меня просто выплата проходит, на самом деле, очень некогда даже, выплата проходит, потому что я сейчас начисление сделаю, как финансово, закончу с юридическими лицами и к вам сразу же перезвоню. Хорошо, спасибо, спасибо, я буду ждать. Да, до свидания. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Алло. Алло. Добрый день, Анжела Юрьевна. Здравствуйте. Анжела Юрьевна, Кудрякова, Ольга Михайловна. Да, да, да. Наговорить. Давайте, да, говорим. Так, Анжела Юрьевна, смотрите, связывалась с главным управлением Сбербанка по поводу ваших документов. Без уведомления, без основного постановления, к сожалению, ваши документы принимать не хотят. Более того, Сбербанк мне сообщили. Те люди, пострадавшие, кто получают по первому реестру с опозданием, обложили по доходным налогам. Данная сумма у вас будет в Сбербанке проходить не компенсация, а дополнительный доход. Потому что имеется постановление государства Российской Федерации, кто получает сумму свыше 300 тысяч, приравнивается к дополнительному доходу. Дополнительный доход по данному восстановлению облагается по доходным налогам в размере 13% и госпошлиной в размере 7,5%. Данную денежную сумму, там она выходит около 96 тысяч 350 рублей, если быть точнее. Данную денежную сумму, пострадавшие. Там же получается, просиди, я с перебью. По доходу. 490, а 13% это же не 96 тысяч. 470 тысяч. Ну, а 13 тысяч. 13% и 7,5%. Ну, это не 90% получается. 13% это будет 61 тысяча 100 рублей. Ну, хорошо. 7,5% у вас будет составлять 35 тысяч 250 рублей. А, 7,5% не 1000, а процентов. Проценты. Ничего себе, а почему, на каком основании-то я не могу понять. Подоходный налог по законодательству Российской Федерации составляет 13%. Ну, это понятно, да. А вторая-то сумма, 7% это что? 7,5% это госпошлиное обложение. А что, у нас в процентах пошлина измеряется не в какой-то единой сумме? Ну, значит, в Сбербанке измеряется... Ну, хорошо, ладно, все равно хоть что-то там, ну, получается, приличная сумма. Куда деваться? Так, далее, слушайте, смотрите, по данному документу, денежную сумму в размере 96 тысяч 350 рублей у вас получается... Так, 96, да, 96 350, 61 100, 35 250, 96 тысяч 350 рублей. Данную денежную сумму, Анжела Юрьевна, вы оплачиваете самостоятельно со своих личных денежных средств на кассе Сбербанка. Вам предоставят ведомость об оплате подоходного налога и госпошлины. Пройдете на кассу Сбербанка и можете полностью ее оплатить. Также смотрите, по документам, вам необходимо будет тогда, Анжела Юрьевна, со Сбербанком, потому что без уведомлений они ваши документы принимать не хотят, ожидать тогда постановления. А, ну, то есть, когда постановление придет, тогда уже все, тогда будет мне оплачивать. Да, вы можете с постановлением пройти и оплатить подоходный налог, полный пакет документов вы же записали, сможете... Ну, да, я все... Ну, то есть, это получается через 4 недели, да, мне все это придется делать, я получу деньги. Да. Могу также смотреть, Анжела Юрьевна, так как вы являетесь физлицом, а наш банк работает только с юридическими лицами, сформировать запрос на оформление по услугам нашего банка, Банка Москвы. Но у нас все оформление физлица проходит через Министерство финансов. Нам предоставляется доступ, по которому мы можем вас оформить как физлицо. Ну, вот так же, смотрите, у нас в банке открыт только второй реестр. У меня ничего там не было. В принципе, на данный момент... Угу. Что вы не поняли? Ну, там первый реестр, второй, у меня еще такая каша в голове, честно говоря. Я сейчас просто с полными сумками поднялась, у меня лифт выключен на 10 этаж, и я ничего не соображаю по реестрам. Я, ну, простите меня просто... В нашем банке открыт второй реестр для социальных и федеральных льгот. Ага. В нашем банке имеют право получать только... Да, только... Ну, как я же региональный льгот, я же льготник. Да, да, на момент... Вы по сахарному диабету. В нашем банке оформление проходит ветеран Великой Отечественной войны, Дитя войны и кто имеет группу инвалидности. Угу. У кого имеется справочка МСП. В принципе, на данный момент по вашему региону у меня есть свободная льгота, это третья группа инвалидности. Чисто формально документально могу вас провести по данному документу, сформировать запросы в Министерство финансов на оформление по второму реестру. Но опять же, здесь в документах тогда, Анжела Юрьевна, полностью в ваших документах я буду выступать как ваш ведущий финансист. Полный пакет документов на оформление собирать и заполнять буду я. Получать вы будете тогда уже через расчетно-кассовый центр, потому что повторно в Сбербанк я уже не буду направлять документы. А где получать этот расчетно-кассовый центр? В любом коммерческом банке можете получать. Ага. Поняла. ВТБ, Россельхозбанк, так, Альфа-банк имеется. Я поняла, да. В ваших документах тогда я буду выступать. Возможность у меня есть, потому что по убийству, по Алтайскому краю на данный момент у меня имеется третья группа инвалидности, она свободная, в принципе, квота, я ее могу задействовать, провести. Ну мне не надо будет никаких документов, что у меня инвалидность есть. Она там чисто формально, документально проводится, она прописывается в документе, подается в Министерство финансов для оформления по второму реестру. Они обычно не проверяют даже документацию, что там имеется группа, не имеется. Они единственное, что по услугам, там предоставляют перечень услуг, соответственно, порядок оформления и получения, потому что все оформление документов отправляется в Министерство финансов. Они сами уже проверяют, могут позвонить, единственное, подтверждение личности у вас, спросите, не третье ли вы лицо, кто получает. Это все могут, естественно, проверить. Потому что были такие ситуации, что обращались третьи лица вместо родителей, там, тетя, дядь. И представлялись, якобы это они. Но на самом деле, как выяснялось, это было третье лицо. Соответственно, данную личность могут проверить, позвонить и уточнить. Ну, я же, это я, о чем я легко проверить. Или как, или какие-то сложности. Ну, видите, в связи с тем, что Анжела Юрьевна, вы не приезжаете, так бы, если бы вы приехали, соответственно, вы бы уже приехали со своим паспортом и самостоятельно занимались оформлением документов, комиссии, банка, бланки, там, то, что необходимо, судебные издержки, кажется, так, судебные издержки, вот не помню, оплачены или нет, государство. Алло. Да, это вопрос был ко мне? Я ничего не оплачивала, какие судебные, я же про суд даже не знала ничего. Это я. А, я думала, я должна ответить, я не знаю, что даже ответить. Анжела Юрьевна, как поступим с вами? Ну, как скажете, да, как проще будет. Просто я иду навстречу Анжелой Юрьевне. Да, ну, конечно. Я звонил, попросил посодействовать в оформлении. Ну, конечно, я в любом случае буду благодарна, если там посодействуете и ускорим это все. Если есть такая возможность, то буду очень благодарна. Ну, единственное, смотрите, Анжела Юрьевна, в документе укажу, что уведомление вы мне предоставили. Смолин обещал, что уведомление вы получите точно. Ну, да, он мне тоже сказал. Анжела Юрьевна, когда оформление поступит к вам, конверт вскроете, достанете постановление, копию снимете и по адресу банка отправите. Потому что в постановлении адрес банка и индекс все полностью указаны. Ну, хорошо, конечно, конечно. Так, Анжела Юрьевна, подаю запрос тогда в Министерство финансов. Как поступит ответ, если нам предоставят доступ, что я смогу оформлять физлица, также нам предоставят порядок оформления и получения в вашей области. Провожу вас по третьей группе инвалидности, к вам тогда перезвоню. Хорошо. Не забывайте. Хорошо. Если вдруг вам позвонит, спросят, действительно, вы являетесь инвалидом третьей группы, просто подтвердите. Ну, я поняла, да, я поняла. Спасибо. Спасибо, Анжела Юрьевна, тогда ожидайте, да. Я сейчас запрос сформирую, отправлю и, соответственно, уже буду смотреть. Если доступ открыли, значит, порядок оформления и получения предоставили. Я вас обязательно с ним ознакомлю. Ну, хорошо, хорошо, ладно, спасибо вам большое. Да, до свидания. До свидания. До свидания. Алло. Алло. Анжела Юрьевна, Кудрявцева Ольга Михайловна. Да, здравствуйте, Ольга Михайловна. Так, смотрите, Анжела Юрьевна, запрос подала в Министерство Сназа, к сожалению, запрос нас до сих пор на рассмотрении. Поэтому пока у меня результата, ответа какого-то там конкретного нет. Я поняла вас. Пойдем до завтра. Ну, будем надеяться, что завтра ответят. Ну, я буду надеяться. Да, будем надеяться, у нас конец рабочего дня, поэтому не отвечаю. Ну, хотя я уже давно подавала запрос. Угу. Анжела Юрьевна, тогда завтра в прием... Так, сейчас, секундочку. Так, завтра занято, занято, занято. Ну, вы как, может быть, получите его, сами меня наберете, я отвечу вам, чтобы мне вас лишний раз не дергать. Ну, в том-то и дело, что я могу забыть. Ну, как скажете, если вы не против, я, конечно, вам позвоню, чтобы мне главное, чтобы вас тоже не дергать лишний раз, не отрывать от работы. Как скажете, так и дело. Анжела Юрьевна, тогда завтра в 9.00 масловского времени ко мне перезвоните, хорошо? Хорошо. Хорошо. Так, где-то 9.00, 9.10, вот так, 9.15. Хорошо. Потому что потом у меня идет запись, и, к сожалению, у меня как-то будет. Угу, угу. Я поняла. Да, хорошо. Да, спасибо. Спасибо, да. Завтра позвонимся, я проверю еще раз. Хорошо, я наберу. Поступил ответ или нет. Ладно, спасибо. Всего доброго, до свидания. Алло, до свидания. Алло. 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 Алло, я слушаю вас. Алло. Это Кудряхтова, Ольга Михайловна. А, здравствуйте, да, здравствуйте, Ольга Михайловна. Так, сейчас, секундочку. Анжела Юрьевна, правильно? Правильно. Так, заявочка поступила. Так, Анжела Юрьевна, по вашим документам, сейчас, секундочку, вы же ко мне под постановлению, да, обращались? Ну да, мы вчера разговаривали, что вы сможете провести меня без наличия бумажного постановления, там, по льготе по третьей группе инвалидности. А, все, смотрите, Анжела Юрьевна, ответ в министерство финансов тоже поступил. Так, одобрение на выплату мне предоставили. Ой, хорошо, как, ой, хорошо. Так, ознакомлю вас с порядком оформления и получения, Анжела Юрьевна, потому что сама только ознакомилась. Так, смотрите, одобрение на выплату получила, по срокам, по второму реестру в Москве получить уже не успеете, поэтому получать будете у себя в регионе. Ну да. Получать будете через расчетно-кассовый центр, будет запрашиваться квота в соседний регион, либо соседний город, где имеется свободная квота на именную банковскую ячейку. Финансы будут поступать в расчетно-кассовый центр, получать вы будете, Анжела Юрьевна, не в Сбербанке уже, это то, что касаемо по второму реестру, а в любом коммерческом банке. Потому что в Сбербанк повторно ваши документы я уже отправил, соответственно, ну не смогу, они сразу вас просят, а где подоходный налог, где квитанция на оплату госпошлины. Поэтому получать вы будете через расчетно-кассовый центр в любом коммерческом банке. Такие банки, как ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, какие у нас еще есть, банк Пойдем есть. Ну, открытие есть, там какой-то еще, да. Открытие, да, банка есть. Да, очень много банков, Анжела Юрьевна, через которые вы можете получить. Единственное, что так, оформление данной выплаты вам полагается не от государства Российской Федерации, а от арестованного счета коммерческих организаций. Поэтому какие-либо дополнительные расходы, Анжела Юрьевна, вы оплачиваете самостоятельно со своих личных денежных средств, предварительно со своих личных паспортных данных, так как с вашей суммой что-либо изымать ни один сотрудник банка не имеет права. Это уголовно наказуемое дело. Полностью пакет документов на ваше имя собирать и заполнять буду я. Услугами Банка Москвы, если вы воспользуетесь, то данную сумму вы будете получать не дополнительный доход, а материальная помощь. Материальная помощь по законодательству Российской Федерации по доходным налогам не облагается. Поэтому я вас буду проводить по второму реестру. В нашем банке, по крайней мере, данная сумма по доходным налогам не облагалась и по сей день не облагалась. То есть можно не платить, да, подоходный вот этот налог, который вы говорили? Да, Анжела Юрьевна, в нашем банке, я говорю, вот Москва и Московская область у нас получали по второму реестру, вот то, что сейчас открыто. Кто проходил на получение, не оплачивали подоходный налог. А единственное, что оплачивали... А в каком это банке? Банк Москвы? Так называется банк? Банк Москвы? Что-то у нас нет, наверное. Да, в Москвы. Он один единственный государственный банк. У нас в Бийске нет такого банка Москвы. Ну, потому что только один. Так и что мне делать-то? Да я не поняла ничего, а что делать-то? Анжела Юрьевна, вот объясняю вам. Порядок оформления и получения, в принципе, у вас точно такой же, как у нас здесь, в Москве. Только единственное, что на вашу плечу будет ложиться квот, еще дополнительная оплата, это квота на именную банковскую ячейку. Смотрите, полностью пакет документов на ваше имя собирать и заполнять буду я. Единственное, что заранее я вас хочу предупредить, государство Российской Федерации ни по первому, ни по второму реестру дополнительные расходы на себя не взяли. Дополнительные расходы полностью вложатся на получателя. Что входит в дополнительные расходы? Это за мест банковский перевод 2%. За поднятие и переоформление документов на выплату и планки, то, что на выплату вы, если приехали, заполняли сами, тогда бы вы не оплачивали. Но здесь вместо вас теперь буду заполнять тогда я 2%. И квота именной банковской ячейки получается 3%. Итого на ваши плечи ложится 7%. Денегом эквиваленте сумма будет у вас составлять 32 900 рублей. Вы уже оплачиваете как льготник, Анжела Юрьевна, не как рабочее население, потому что я вас провожу по третьей группе инвалидности, поэтому вы оплачиваете уже не как рабочее население, а всего лишь 7%. Это сумма 32 900 рублей. Если вас, Анжела Юрьевна, какой-либо из данных порядков оформления и получения устраивает, то оформлением документов можем заняться сегодня. Получать вы будете данную сумму либо на расчетный счет сможете единую целиком. Воспользоваться вы ей можете данной суммой в день в день, хоть всю сумму можете снять, получить ее, если это будет денег за переводом на лиственные по паспорту, и пользоваться уже на свое усмотрение. В налоговую, в социальное окно идти, отчитываться не нужно уже будет. Анжела Юрьевна, какими услугами вас оформлять, все ли вам понятно? Так, ну не совсем понятно, то есть мне подоходный налог этот не надо будет платить, о котором вы говорили вчера, 13%, только вот эти 7% надо будет, да? Да, да, да. 7% вы оплативаете предварительно со своих личных денежных средств по личным данным. Ну а что делать? Ну в любом случае сумма-то больше вернется, поэтому давайте, ну что делать? Ну смотрите, Анжела Юрьевна, оформляю вас под свою ответственность в третьей группе инвалидности, это в принципе формально документально, это просто в банке прописывается, что вы являетесь инвалидом третьей группы, чтобы вы прошли на получение по второму реестр. Угу, угу. Получать, если вы воспользуетесь услугами Банка Москвы, то получать данную сумму вы будете материальной помощью. Так а где в банке, что-то я не поняла, так если вы говорите, что у нас же нет Банка Москвы, а где тогда получать-то? А вы зачем тогда межбанковский перевод оплачиваете? Так а я ничего не поняла, не знаю. Вы в коммерческом банке будете получать. А, поняла. Мы будем переводить в расчетно-кассовый центр. То есть вы отправитесь из Банка Москвы, а мне придет в коммерческий банк вот по этим переводам, да? В коммерческий банк с расчетно-кассового центра. А что такое расчетно-кассовый центр, это где, не поняла? Расчетно-кассовый центр, это центрального банка хранилища. В каждом регионе имеется расчетно-кассовый центр. Это мне туда идти надо будет? Вам ехать никуда не нужно будет. Анжела Юрьевна, по порядку вам объясняем. Смотрите, вы оплачиваете межбанковский перевод. Межбанковский перевод это то, что с расчетно-касового центра сумма пойдет в коммерческий банк. Это потому что разные подразделения, это разные банки. Для того, чтобы Банк Москвы сделал перечисление в расчетно-касовый центр, нам необходимо будет оплатить именную банковскую ячейку, чтобы сумму туда перечислить. Ячейка это как сейф в банке, да? Там сейф в этот банке будет? Ну, у них как хранилище получается, они, соответственно, регистрируют на вашу фамилию, имя, отпуск. Так а может быть сразу мне на счет, чтобы эту ячейку мне зачем оплачивать? Мне может на счет, на карточку мою перевести сразу? Ну, если бы Анжела Юрьевна я так могла сделать, я бы сделала. Ага. Не получится, да? У меня есть свой регламент банка, соответственно, я вам не могу с нашего банка просто взять и перевести деньги. Вы не юрлицо. А, вы только юрлицом переводите, да? Ну, мы работаем только с юридическими лицами. Поняла, поняла. Ну, ясно, что от меня-то нужно? Что мне сейчас? Мне ждать от вас? Переводы этого или что мне нужно делать? Так, смотрите, Анжела Юрьевна, на данный момент вы сказали, что... Так, у нас сегодня целый день зависает программа. Так. По документам. Так, смотрите, провожу вас по третьей группе инвалидности. Скажите, пожалуйста, какими услугами вас оформлять, и когда вы сможете оплатить сумму в размере 32 900 рублей. И, так, номер документа вам необходимо будет записать, справочку о третьей группе инвалидности, потому что после оформления, Анжела Юрьевна, ваши документы отправятся на проверку свободы безопасности. Так, а где же я справочку-то возьму о третьей группе инвалидности, коли у меня инвалидности-то на самом деле нет? Я вам предоставлю. А, вы мне пришлете, сами сделаете справку? Ну, я вам предоставлю серию и номер, чтобы у нас было с вами соответствующим документам. Если вдруг будет какая-то проверка со свободы безопасности, у вас запросят данные. Обычно номер, серию спрашивают, от какого числа выдано. Я, соответственно, вам это все предоставлю, чтобы у нас было соответствие по документам. Просто ваши документы заполняю я. И несу полную материальную ответственность за вашу сумму в размере 470 тысяч рублей. Так, оплатите, Анжела Юрьевна, 32 900 рублей вы можете онлайн-банкингом. Воспользоваться банкоматом, пройти на кассу банка, либо воспользоваться салоном соцсвязи. Они данные операции тоже проводят. Угу. Ну, хорошо. Как вам удобнее будет? Да, ну, там сориентируюсь. Как-как, господи, ну, наверное, разницы нету. Вы мне только пришлите квитанцию, по которой заплатите, я заплачу. Обязательно предоставлю. Так, Анжела Юрьевна, оформление документов, ну и когда вам? Бланки, когда нам выплату готовить? Сегодняшний днём успеете? А чё успею? Оплатить? Да. Нет, мне надо зарплату дождаться, у меня сейчас-то нет таких денег. В понедельник должна быть зарплата. Угу. Ну, а не зарплата, а аван. Да, в понедельник, наверное, получу. Я готова ваши документы. Это у нас с вами будет 26... Так, 21-е. Угу. Ну, вот аванс, да, придёт, и там будет тогда деньги. Если мне только квитанцию пришлите, да, и я оплачу сразу же после работы, пойду. Анжела Юрьевна, тогда выплату на 21-е тоже готовлю. Ну, хорошо. Я 21-е заполняю, да? Ну, давайте, да. Всё, Анжела Юрьевна, 21-го в понедельник мы с вами с утра созвоним, предоставлю вам реквизиты на оплату, соответственно. Так, и до конца рабочего дня, тогда уже постараюсь сделать пересцену, но в любом случае, завтра я половину дня работаю. Угу. Завтра я подготовлю ваши документы на 21-е число на выплату, хорошо? Хорошо, да, хорошо. Давайте. Всё, договорились. Всё, да, договорились. Я вам в понедельник тогда наберу, правильно я понимаю? Всё, да, хорошо. Да, хорошо, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Оформляетесь, значит, по второму реестру. Сейчас, секунду, доступ проверю. У нас не получилось, так что доступ тоже закрыли. Так. Доступ у нас открыт, Анжела Юрьевна. Так, оформление у вас идёт по второму реестру. К оплате у вас получается 7% в денежном эквиваленте. Это 32 900 рублей. Так, так как вы, Анжела Юрьевна, у нас являетесь физлицом, оплачивать вы можете онлайн-банкингом, воспользоваться банкоматом, пройти на кассу банка, либо воспользоваться услугами салона сотовой связи. Ну, в любой кассе, да. Квитанцию мне пришли, и я там дойду, оплачу. Оплачивать вы будете на Министерство финансов, финансового представителя, который сделает разноску от физлица. Анжела Юрьевна, возьмите, пожалуйста, чистый листочек бумаги и ручку. Сейчас. Вам как удобнее оплачивать, Анжела Юрьевна, онлайн-банкингом, банкоматом, кассом банкоматом? У меня главное критинство, чтобы, да, пришлите, и я сделаю все. Я вам сейчас реквизиты, Анжела Юрьевна, предоставлю. Ой, там много, наверное, писать, да? Так, онлайн-банкинг, у вас какой банк? Да разные есть у меня банки. Freedom Finance у меня. Так, смотрите, Альфа-банк есть? Нет, у меня Freedom Finance, там у меня деньги и зарплата там. А, все, хорошо, так. Записывайте тогда Альфа-банк, банк-получатель Альфа-банк. Так, сейчас, секундочку. Так, банк-получатель Альфа-банк. А получатель кто? Как вы сказали, Министерство финансов? Да, так, получатель, значит, записывайте Косулина Дарья Дмитриевна. Это по вашему региону куратор, кто принят оплату и сделает разноску уже вместо вас. Ага. Выделяется вам, Анжела Юрьевна, еще раз объясняю, в связи с тем, что вы не приезжаете к нам. Ага. Так бы это вы делали все самостоятельно, но так как вы не приезжаете, поэтому вам предоставляется куратор, кто сделает уже разноску. Так, Косулина Дарья Дмитриевна, записали? Ага. Записывайте, так, вы онлайн-банкинг, да? Записывайте БИК. Ага. 0,4. Ага. 45. Ага. 25. 593. Ага. Так, далее, ИНН. Ага. Так, 77. 28. 16. 89. Ага. 71. Ага. Так, предоставлю, Анжела Юрьевна, предоставлю вам номер счета и предоставлю тогда номер карты. Вы можете провести оплату на номер счета, но сразу вас предупреждаю, от трех до пяти дней будет поступление доходить. Ага. Можете оплатить на номер карты, на номер карты там поступают моментально. Написывайте номер счета. Ага. Что? 40. 81. Ага. 78. 10. Ага. 50. 44. Ага. 40. 02. Ага. 31. 56. Да, записала. Далее записывайте номер карты. Ага. 55. 59. Ага. 49. 41. Ага. 26. 75. Ага. 85. 30. Ага. Так, Анжела Юрьевна, сумма, значит, пополнения данной операции у вас называется пополнить на номер карты, либо на номер счета. А как правильно там пополнить, как это комиссия, за что, как правильно комиссия? Если вы оплачиваете онлайн банкингом, то у вас там не указывается. Единственное, что основание данного денежного пополнения может, Анжела Юрьевна, полностью ссылаться на материальную помощь, потому что материальная помощь по доходным налогам не оплачивается. Я, наверное, в банк пойду, там, через кассу, и пусть мне там правильно все оформят, все, только квитанция, платежное поручение, и там, как правильно, комиссия, за что, за материальную помощь? Ну, или как, материальная... Просто, да, указывайте основание данного денежного пополнения, данная операция у вас называется денежное пополнение. Обязательно тогда, если вы воспользуетесь кассой банка, обязательно указывайте тогда на номер карты, потому что если вы оформляетесь онлайн банкинг на номер счета, то это трех за пяти рабочих. Уважаемые друзья, приветствую вас. Вы слышите этот ролик на канале «Мошенники и аферисты Формозоны». Если вы слышите этот ролик на другом канале, это значит, что он был украден. Приходите на канал «Мошенники и аферисты Формозоны», ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Да, на номер карты. Скажете, вот сделайте мне пополнение на номер карты. Они вам сделают, там буквально в течение 10 минут, кажется, поступает пополнение. Основание данного денежного пополнения полностью ссылаетесь на материальную помощь, так как я вас оформляю... Помощь или компенсация? Это как правильно? Материальная... Это же компенсация получается, да? Просто материальная помощь, да. Вы у нас, Анжела Юрьевна, оформляетесь без уплаты подоходного налога. Поэтому вы указываете полностью, ссылаясь на материальную помощь. Вы можете воспользоваться, Анжела Юрьевна, салоном сотовой связи связной. Они, кстати, комиссии за данное денежное пополнение не берут. Имейте в виду. Есть Билайн, есть Мегафон, есть банки, где вы можете сделать пополнение. Но имейте в виду, помимо 32 900 рублей, вам тогда необходимо рублей 500 иметь с собой лишними. Потому что банки, к сожалению, бесплатно не работают, они берут свою комиссию. Можете воспользоваться салоном сотовой связи связной. За данную операцию они не берут комиссию. Также у них имеются терминалы. Можете пополнение сделать через терминал. Единственное, там принимают квитанцию по 15 000 рублей. Там у вас будет просто тогда 3 квитанции. Здесь тоже ничего страшного нет. Но, опять же, комиссию не берут. Угу, поняла. Терминала комиссия не списывается. После оформления, Анжела Юрьевна, мне потребуется от вас, во-первых, это квитанция об оплате, номер квитанции и время транзакции, чтобы я уже в транзакционном счете могла найти вашу квитанцию. Это, во-первых. Во-вторых, вам потребуется чистый листочек бумаги и ручку, потому что я вам предоставлю полностью соответствие по документам, потому что после оформления ваши документы отправляются на проверку службы безопасности. Соответственно, чтобы у нас с вами было соответствие, я вас провожу по свою ответственность по второму реестру, как инвалида третьей группы. Не забывайте, пожалуйста. Ага, ага, поняла. Все, Анжела Юрьевна, если отправляетесь в банк, либо салон сотовой связи, обязательно возьмите свой личный паспорт, потому что данная транзакция должна пройти именно с ваших личных паспортных данных. Если у вас онлайн-банкинг оформлен на ваши данные, соответственно, тогда сразу идет регистрация вашей личности. Я поняла, хорошо, да. Ну да, сейчас, Анжела Юрьевна, сейчас во всех банках так, я вас могу сразу предупредить. Да, ну, я посмотрю, если справлюсь я сама сделаю, то сама сделаю. А если нет, в принципе, они здесь, банк недалеко от меня находится, прогуляясь, погода хорошая, догуляют до них. Это не проблема. Ну и все, Анжела Юрьевна, тогда полностью ссылаемся на материальную помощь. Не забывайте, пожалуйста, потому что мы с вами оформляемся без уплаты подоходного налога. Чтобы потом вы мне не позвонили и не сказали, Ольга Михайловна, мою сумму заморозили, потому что требуют ведомость на уплату подоходного налога. Я поняла, спасибо. Уплату документов, потому что оформляются уже полностью, Анжела Юрьевна, по второму реестру. Сейчас займусь переоформлением данных документов. Соответственно, потом исправлять документы, это у вас дополнительная оплата будет. Так, а вот... Что-то хотела спросить, я забыла. Ну ладно, потом, если что, спрошу. Спрашивайте. Да, я забыла. Получать вы будете, Анжела Юрьевна, смотрите, порядок получения у вас после оформления. А, да, вот, как раз хотела получить тогда, спросить-то потом-то дальше, что у нас будет. Порядок оформления и получения, смотрите, после полностью, как я вам и ранее говорила, по второму реестру полный пакет документов на получение буду оформлять я. Без уплаты подоходного налога, по второму реестру, как инвалида третьей группы. Данные я вам все полностью предоставлю. Как ваши документы вернулись со службы безопасности после проверочки, сделаю перечисление к вам в регион. Сейчас запрашиваю квоту на именную банковскую ячейку. Так как мы юридический банк, мы работаем только с юрлицами, поэтому получать вы будете через расчетно-кассовый центр. Начисление вам будет проходить, смотрите, уже решите с расчетно-кассовым центром, как они будут вам делать начисление. Можете получать на пластиковую карточку. Сразу предупреждаю, что на пластиковых карточках по снятию денежных средств имеются лимиты, ограничения. Поэтому имейте в виду, можете получать на пластиковую карточку, на расчетный счет, на сберегательную книжечку. Единственное, что на закрытый вклад вам не смогут сделать начисление. Если имеется открытый вклад, можете сразу зачисление получить на открытый вклад. На карточку, наверное, проще всего, да, конечно, на карточку проще всего. Да, это уже на ваше усмотрение, потому что вы получаете, вы уже можете пользоваться день в день. Вам не надо будет ходить, налогово отчитываться о том, что вы получили сумму в размере 470 тысяч рублей. Все, расчетно-кассовый центр принял ваши документы на именную банковскую ячейку. Вам предоставляется код активации. Программа автоматически предоставляет код активации. Сообщается он только вам. Сотруднику расчетно-кассового центра мы не имеем права сообщить. Это вы уже сообщаете сами. С вами, как документы ваши поступят в расчетно-кассовый центр, соответственно, с вами свяжутся и запросят данный код активации. После зачисления, Анжела Юрьевна, если у вас, вы получаете на пластиковую карточку, и счета привязаны к вашему номеру телефона, у вас придет смс-оповещение о том, что сумма зачислена, вы можете пройти на получение. Берете свой паспорт, проходите в банк, и, соответственно, проверяете, если это пластиковая карточка, проверяете баланс в онлайн-банке, где можете воспользоваться. Если это расчетный счет, проходите в банк со своим личным паспортом, проверяете баланс вашего расчетного счета. Здесь буквально начисление проходит в считанные часы, там, ну, час максимум занимается. После того, как я вот квитанцию оплачу, да, вот эти 30... Сколько... Скажите, сколько еще раз у тебя суммы не записала? 32 тысячи 900 рублей у вас к оплате. Ага, вот все списала. То есть сразу, как я перечислю, вам отправлю, и мне деньги придут, да? Нет, подождите, Анжела Юрьевна. Смотрите, вы оплачиваете сейчас, предоставляете квитанцию. Мы с вами полностью документацию заполняем. Ваши документы отправляются на проверку службы безопасности. Но займет по времени-то, ну, где-то часа два. Если вы пополняете на номер карты. Если на расчетный счет, то, соответственно, от 3 до 5 рабочих дней будем ожидать проплату. Поступление денежных средств. После этого только вы уже, соответственно, проходите на получение. Поэтому я вам говорю, по срокам, так нам, чтобы успеть, оформляйтесь лучше тогда на номер карты. Я поняла. А квитанцию мне как вам прислать? Вы мне электронную почту свою дадите? Куда вам прислать? Вы можете выписать, если вы воспользуетесь онлайн-банкингом, вы можете номер квитанции переписать себе, сохранить в галерею. Это обязательно, потому что квитанция должна у вас сохраниться на руках. Потому что документы отправятся на проверку, вам могут позвониться в службу безопасности и полностью свериться с вами. Это действительно вы, Сергеева Анжела Юрьевна, а не какое-то третье лицо. Для меня потребуется номер квитанции, дата и время операции. А, то есть не нужно вам будет отправлять квитанции, просто номер прислать и дату и время? Нет, копию мне предоставлять не нужно. Оригинал остается у вас на руках до самого получения. Я поняла. Все, ожидаю вашего звоночка, Анжела Юрьевна. Хорошо. Так, все, так, день, месяц, дата операции, время операции, так, номер квитанции. Все, вроде бы все сказала. Все, Анжела Юрьевна, ожидаю вашего звонка, документацию на выплату я готовлю. Хорошо, спасибо. Спасибо, Лана. Всего доброго. Заниматься этим, да. До свидания. Угу, до свидания. Здравствуйте, добрый день, я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Мне бы Кудрявцев Ольгу Михайловну. А как вас ей представить? Сергея Еванжела Юрьевна. Сергея Еванжела Юрьевна. Так, хорошо. Заявочку составную ей передаю, она с вами связаться, ожидается. Хорошо, спасибо. До свидания. Алло. Алло. Добрый день. Здравствуйте. 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 Ну, вот мы с вами поговорили, я там пошла в банк, чтобы сделать перевод, потому что, как я и опасалась, что у меня с приложения, ну, не получается у меня с видом финанса там сделать, там не просто там, проще пойти догулять в банк. Вот, значит, там менеджер, я подошла к нему, объяснила, что мне вот надо такой-такой-то перевод сделать, вот реквизиты показала. Вот он мне вопросы начал задавать, я что-то с вопросом у меня возникли, а вы мне какой-то документ пришлете, что у меня эта компенсация будет, как на чем основываться-то, оплатить комиссию? У вас прокуратура запросили. Ну, так а у вас-то есть какой-то документ? Вы-то мне можете документ? Ведомость на выплату, то, что на основании которого я вам заплатила документы, вы-то я вам не могу. Ну, вот я хотя бы, а как вот я компенсацию сейчас оплачиваю, а мне же еще не пришла сама помощь. А как я эту комиссию? Комиссия-то платится по факту получения помощи. А как я сначала комиссию оплачу, а потом... Вам запросили документы. Вдруг там не придут документы или еще что-то, да. Обратитесь тогда в прокуратуру. А куда мне обратиться? Я рассылкой документов не занимаюсь. Ну, это первое. А второе, вот я же на парту, вы же мне предлагаете оплатить эту компенсацию на частное лицо, а кто она такая-то, эта косулина? Ну, говорите. Алло. Вы можете приехать в банк и здесь самостоятельно заняться оформлением, сбором. Вам предоставят госбланки, которые вы заполняете на основании ведомости, которые вам начисляются суммы в размере 470 тысяч рублей. Какие-либо документы я вам не высылаю. У вас при получении в банке предоставят вам документ о выплате материальной помощи в размере 470 тысяч рублей по постановлению 237, бюро 21. Для вас, то, что у вас касаемо основной документ, на основании которого вы получаете сумму в размере 470 тысяч рублей, прокуратура мне сказали, что к вам поступит точно. Из-за того, что меня заверили, что к вам поступит данный документ точно, я только иду на это, на оформление. Оформляетесь вы, Анжела Юрьевна, правильно? Верно. Оформляетесь вы по реквизитам. Так как вы являетесь физлицом, соответственно, на расчетный счет банка вы перечисления сделать не можете, потому что вы физлицом, вы не являетесь клиентом нашего банка. У нас клиенты нашего банка являются только юридические лица. Это банка Москвы, да, вы имеете в виду? Полфера сидят и делаются нам начисления, перечисления, начисления делаются. Это банка Москвы, вы имеете в виду, да, и не являетесь клиентом? Да. Вы не можете являться клиентом нашего банка, если вы не являетесь юридическим лицом. Нет, не являюсь. Понятно. Соответственно, вы оформляетесь, и я сформировала запрос в Министерство финансов, кто вместо вас сможет принять оплату и сделать мне в транзакционном счете разноску. А вот это Дарья Дмитриевна Касулина, она кто? Она бухгалтер ваш, получается, так? Это куратор Министерства финансов, кто пройдет и сделает разноску. А у нее должность-то какая? Так и есть должность, куратор? Нет, это сотрудник Министерства финансов. А должность-то у нее есть? Финансист Министерства финансов. Понятно. А у нее есть доверенность на получение переводов от физлиц? У нее имеется транзакционный счет. Ну, какой? Который вот вы мне сказали... Который, она где-то вас проводит оплату. Вот этот номер счета, который вы мне сказали... Совершенно верно. Так это ее частный счет, личный счет этой карты. А доверенность у нее есть на прием денег-то от физлиц? Анжела Юрьевна, позвоните тогда, уточните, есть ли у нее доверенность или нет. Позвоните в прокуратуру, обратитесь к ним. Я могу вам только начисление сделать. А вот вы говорите, вот Банк Москвы, а вы живой человек? Вы не умерли в 16-м году случайно? Ничего, что Банк Москвы вообще-то перестал существовать в 16-м году? А? Кудрявцева. Я еще раз вам объясняю, Анжела Юрьевна. Я не робот, я живой человек. Ну так объясните мне, пожалуйста, почему Банк Москвы не существует? Банк, государственный банк. Он не существует уже в 16-м году. Он закончил свою деятельность. И как с чего? Это знала я всегда. Обратите. Это знала я всегда. А вот где вы работаете? Кудрявцева, ты откуда мне звонишь? Ты мне из тюряги звонишь или из цыганского табора? Рассказывай теперь уже. Типун вам на язык, Анжела Юрьевна. Почему Типун? Нет, это тебе чурят на задницу. Если ты не сидишь, то будешь сидеть. Людей разводишь. Так ты из цыганского табора звонишь или из зоны? Расскажи. Обязательно, да. Или еще из цыганского табора на фас. В подвале? В подвале табора или в подвале зоны? Или несуществующего Банка Москвы с 16-го года? Тапочка вам звоню. Тапочка? Да с тюряги ты будешь скоро названивать из-под шконки, если ты сейчас там не сидишь. Жди, когда мордой в пол тебя положат и повозят ОМОНовцы. Из тюряги будешь дыхать. Я-то тебя берегу. Я-то о себе и не только о себе. Забочусь. И твой голосок услышат очень много людей на Ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.